Здравствуйте мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим устройство, принцип действия и расчет змеевиковых аппаратов непрерывного действия для уваривания кондитерских масс. Уваривание рецептурных смесей производится преимущественно в различных змеевиковых аппаратах непрерывного действия. Аппараты различаются между собой количеством змеевиков, сборниками для готового продукта и взаимным расположением варочной части и вакуум-камер. На слайде представлен в разрезе вакуум-аппарат с отдельной вакуум-камерой. Он состоит из цилиндрического сварного котла 14 с отъемной крышкой 13. Через штуцер 20, расположенный в верхней части обечайки, поступает греющий пар под избыточным давлением 7-8 атмосфер. Через штуцер 16 отводится конденсат, а через кран 18 производится продувка. В паровом пространстве греющий пар омывает медный змеевик 15. Нижний конец змеевика присоединяется фланцем 17 к сиропному насосу. Верхний его конец при помощи фланца 22 привернут к соединительной трубе 12. Второй конец ее соединен с вакуум-камерой 11. В змеевик поступает сироп или рецептурная смесь. Сироп поднимается по внутренним спиралям вверх, а затем проходит по соединительной трубке 19 в нижнюю спираль наружного змеевика. Идет вверх по спиралям наружного змеевика. Из верхней спирали наружного змеевика увариваемый полуфабрикат, сироп, рецептурная смесь поднимается по соединительной трубе 12 и из ее верхнего конца уваренная масса вытекает в вакуум-камеру 11. Масса собирается в медном конусе 10, который имеет внизу клапан 5. Чтобы масса не застыла, конус обогревается паром, поступающим в змеевик 9. Пар для обогрева воронки поступает через штуцер 31, а выходит по патрубку 32. Вместе с карамельной массой из соединительной трубы в вакуум-камеру выходят также вторичный пар и воздух, выделяющийся из сиропа при его уваривании. Они удаляются в конденсатор по патрубку 1. Отбойник 2 препятствует уносу карамельной массы в конденсатор. За увариванием массы в конусе наблюдают через смотровое окно 3, освещая внутренность камеры электрическим светом через второе смотровое окно. Оно расположено на том же уровне, что и окно 3, но под углом 90 градусов к нему. Обычно уваренная масса накапливается в приемнике 8 при открытом клапане 5 и закрытом клапане 6. В этом случае объем вакуум-камеры получается на 80 кубических дециметров больше. Кроме сливного отверстия вакуум-камера сообщается с приемником через кран 25. Приемник имеет рубашку 7 для обогрева. Когда в приемнике скопится достаточное количество 16-18 килограмм массы, закрывают рукояткой 27 клапана 5 сливное отверстие, а при помощи крана 25 разобщают приемник с вакуум-камерой. После этого, открыв кран 26, в приемник выпускают воздух и, поворачивая рукоятку 28 клапана 6, открывают спускное отверстие. Масса сливается из аппарата. По окончании слива закрывают отверстие клапаном 6, сообщают при помощи крана 25 приемник с вакуум-камерой. Когда в приемнике установится такое же разрежение, как в вакуум-камере, открывают спускное отверстие, поворачивая клапан 5. Окно 4 служит для наблюдения за спуском каравельной массы из конуса в приемник. Разрежение в вакуум-камере регистрируется вакууметром 23. Давление греющего пара изменяется манометром 21. Через воздушный кран 29 периодически выпускают воздух из парового пространства. Предохранительный клапан 30 служит для предотвращения разрыва аппарата в случае увеличения давления греющего пара. Вакуум-камера с приемником подвешивается при помощи тяг 24 к потолку или кронштейну, прикрепленному к стене. Это удобно при ремонтах и эксплуатации. В таком же аппарате можно уваривать начинки, мармеладной массы и так далее. В аппаратах, предназначенных для уваривания начинки, вакуум-камеры имеют объем увеличенный в 7 раз. При меньшем объеме вакуум-камеры начинка выбрасывается вторичным паром в конденсатор. Аппараты меньшей производительности имеют медный змеевик из одной спирали трубки внутренним диаметром 40 мм. В устаревших конструкциях малых аппаратов вакуум-камера крепилась к крышке варочной части. Варочная часть змеевиковых аппаратов используется для уваривания рецептурных смесей и сиропов под атмосферным давлением. В этом случае конец змеевика соединяется с центробежным пароотделителем. Он показан на слайде. Пар и уваренная масса выходят из трубки 1, в центробежный пароотделитель, масса стекает вниз и непрерывно выходит из аппарата. А вторичный пар по центральной трубе 2 поступает в вытяжные вентиляционные трубы. Отложение сахара на внутренней поверхности трубки змеевика смывают горячей водой два раза в смену. Раз в неделю трубку протравливают горячим 2% раствором каустической соды в течение 24 часов. При приготовлении раствора необходимо соблюдать осторожность, пользоваться защитными очками, фартуком и перчатками. Во время протравливания необходимо привязывать ручки сливных клапанов и делать надпись, предупреждающую об опасности. Унифицированный змеевиковый вакуум аппарат с механическим устройством для выгрузки массы. Назначение устройства этих вакуум аппаратов те же, что и вакуум аппаратов с ручной выгрузкой, отличаются они лишь наличием механического устройства для автоматической выгрузки массы. Аппарат состоит из 4 частей, греющей 1, выпарной 2, ловушки 3 и кулачкового рычажного устройства 4 для автоматической выгрузки массы. Готовая карамельная масса, уваренная до нужной концентрации, автоматически выгружается через каждые 2 минуты в воронку охлаждающей машины. Устройство для автоматической выгрузки массы периодически открывает поочередно верхний и нижний клапаны вакуум камеры. Закрытие клапанов производится противовесами. Три кулачка, от которых приводятся в движение при помощи рычагов и тях верхний клапан, нижний клапан и кран, установлены на одном валу, который делает пол оборота в минуту. Привод блока кулачков состоит из электродвигателя, двухступенчатого червячного редуктора и зубчатой передачи. На слайде показана кинематическая схема автомата выгрузки карамельной массы для только что рассмотренного аппарата. Последовательность процесса автоматической выгрузки массы такая же, как у вакуум аппаратов с ручной выгрузкой. Периодичность автоматической выгрузки массы 2 минуты, электродвигатель автомата выгрузки имеет мощность 0,27 кВт, частоту вращения 1400 оборотов в минуту. Остальные данные технические характеристики представлены в таблице на слайде. Унифицированный змеевиковый вакуум аппарат с вакуумным устройством для выгрузки массы. Назначения устройства этих аппаратов аналогично описанным выше, отличаются они лишь наличием вакуумного устройства для автоматической выгрузки массы. Вакуумное устройство для выгрузки массы состоит из золотникового крана 8 с каналами 11-17, пневмоцилиндров 1 и 3, электромагнита 10 и электрооборудование смонтированного в шкафу. Принцип действия системы заключается в следующем. Пневматическое реле времени настраиваются на желаемый цикл выгрузки 2 минуты, из которых 8 секунд, на открытие нижнего клапана 20 секунд, на выгрузку массы. В зависимости от требования технологического процесса, продолжительность уваривания и время выгрузки можно регулировать в пределах до 3 минут. При срабатывании реле времени электрический импульс подается на обмотку электромагнита 10, сердечник которого, втягиваясь в систему рычагов 9, поворачивает пробку золотникового крана 8 на угол 45 градусов. При отключении электромагнита пружина втягивает сердечник, возвращая пробку крана в первоначальное положение. Таким образом, через заданный промежуток времени происходит поворот пробки крана на угол 45 градусов и обратно. При совмещении отверстий 13, как показано на слайде, сечения АА, положение А большое, верхняя часть вакуум камеры 5 соединяется с полостью копильника 2, при этом сечения ББ, положение А большое, каналы 12-16 соединяют полость над поршнем верхнего цилиндра 3 с верхней частью вакуум камеры 5, а каналы 11-17 соединяют полость под поршнем верхнего цилиндра 3 и полость над поршнем нижнего цилиндра 1 с атмосферой. Поршни в цилиндрах перемещаются в сторону вакуума, а система рычагов 4 при этом закрывает клапан 7 копильника и открывает внутренний клапан 6 для выпуска массы из верхней части вакуум камеры в копильник. Такое расположение каналов соответствует положению электромагнита в отключенном состоянии. При включении электромагнита пробка золотникового крана поворачивается на угол 45 градусов и расположение каналов будет такое, как показано на слайде в положении Б большое. То есть отверстие 15 сечение АА соединяет через канал 14 полость копильника 2 с атмосферой, в сечении ББ канал 11-12 соединяет полость под поршнем верхнего цилиндра 3 и над поршнем нижнего цилиндра 1 с верхней частью вакуум камеры 5, а канал 16-17 соединяет полости над поршнем верхнего цилиндра 3 и под поршнем нижнего цилиндра 1 с атмосферой. При движении поршня закрывается внутренний клапан 6 и открывается нижний клапан 7 для выгрузки массы. Особо важным параметром уваренного вещества, карамельной массы, начинки и т.д. является его влажность. Температура кипения уваренного вещества зависит от влажности и давления, под которым находится кипящее вещество. Если в вакуум камере поддерживать постоянное разрежение, то по температуре увариваемой массы можно судить об ее влажности. На этом основано автоматическое регулирование уваривания веществ в кондитерском производстве. Схема автоматического регулирования уваривания массы в змеевиковом аппарате представлена на слайде. В вакуум камере 14 находится манометрический датчик 13. Он капиллярной трубкой 15 связан с мембранным клапаном 17, который установлен на трубе 16. По ней холодная вода поступает в конденсатор 19. При постоянной производительности вакуум насоса 20 разрежение в вакуум камере определяется подачей холодной воды в конденсатор. С увеличением подачи холодной воды возрастает разрежение. Так как в вакуум камере поддерживается постоянное разрежение, то можно регулировать влажность массы по ее температуре. Для этого вытекающая из трубы 11 масса попадает на термометр сопротивления 12. Он включен в плечо сбалансированного моста сопротивления. При изменении температуры массы, омывающей термометр, изменяется его сопротивление, мост разбалансируется. Появившийся в его диагонали ток усиливается усилителем 18, до величины достаточной для приведения в действие привода клапана 1. Клапан 1 установлен на трубе, отводящей из аппарата 2 конденсат. С уменьшением отвода в нижней части котла начинает скапливаться конденсат. Нижние витки змеевиков оказываются погруженными в конденсат. Коэффициент теплоотдачи от конденсата к змеевику во много раз меньше. Коэффициент теплоотдачи от конденсирующегося пара к тому же змеевику. Подвод тепла к увариваемой массе резко уменьшится. Сократится количество выпаренной влаги, понизится температура уваренной массы, изменится сопротивление термометра. В диагонали моста потечет ток в противоположном направлении. Клапан 1 откроется и отвод конденсата увеличится. Рассмотренное регулирование массы было бы достаточным при неизменном давлении греющего пара. В условиях производства давление греющего пара колеблется. Вот почему установка для уваривания имеет автоматическое регулирование подачи сиропа или рецептурной смеси в зависимости от давления греющего пара. В паровом пространстве котла находится монометрический датчик 10. Он капиллярной трубкой 9 соединен с пространством под мембраной клапана 3. При уменьшении давления греющего пара снижается давление на мембрану. Клапан прикрывается и в змеевик аппарата насосом 4 подается меньше сиропа. При меньшем давлении греющего пара и уменьшенной подаче из аппарата выйдет уваренная масса с нужной влажностью. Установка имеет расходный бак 5. В нем установлены два монометрических датчика 6 и 7. Верхний датчик закрывает клапан 8 на сиропной линии, а нижний датчик открывает этот клапан. Расходный бак позволяет согласовать последовательную работу двух самостоятельных установок. Расчет змеевиковых аппаратов. Расчетная схема аппаратов непрерывного действия представлена на слайде слева. На рисунке показаны тепловые потоки концентрации сиропа А1 и готового продукта АК. Начальное К1 и конечное КК удельное теплосодержание увариваемой массы вычисляются по формуле, которую вы видите под схемой. Необходимая для вычисления температура в конце уваривания определяется по графику, представленному на слайде справа. На слайде, который вы сейчас видите на экране, представлены уравнение материального баланса, баланс сухих веществ, а также расчет количества испаренной влаги, которое получается совместным решением первых двух уравнений. Уравнение теплового баланса запишем в следующем виде, как представлено на слайде вверху. Из этого уравнения потребное количество греющего пара определится по уравнению внизу. Первые три члена числителя этого равенства определяют полезное тепло для уваривания, приравняв их выражению для передачи тепла через стенку и приняв во внимание выражения, которые демонстрировались на предыдущем слайде, получим равенство для определения производительности аппарата. На слайде вы видите формулу для расчета производительности змеевикового аппарата и расшифровку обозначений, входящих в формулу. Для змеевика с диаметром трубки 50 мм и длиной из 47,2 м при радиусе спирали 350 мм, коэффициент теплопередачи будет 313 Вт, делённое на метр в квадрате градус. Такой низкий коэффициент теплопередачи принимается из-за засахаривания внутренней поверхности змеевика и своеобразия процесса уваривания в змеевиковом аппарате. Рассмотрим подробнее процесс уваривания в змеевике. В начале змеевика все его сечение заполнено сиропом, который находится под давлением 353 кП. При этом сироп еще не кипит и должен подогреваться, чтобы закипеть, хотя он был доведен до кипения при атмосферном давлении. Перемещение сиропа по змеевику сопровождается дальнейшим повышением температуры, хотя давление, при котором он находится, постепенно уменьшается. На некотором расстоянии от начала сироп закипает. И при дальнейшем движении, несмотря на уменьшение давления, его температура кипения остается постоянной, так как увеличивается концентрация. Экспериментальные кривые температуры кипения и абсолютного давления в змеевике с внутренним диаметром 30 мм при производительности вакуум-аппарата 3 тонны в смену получены рапопортом и представлены на слайде, который вы видите на экране. А выделяющийся вторичный пар имеет от 600 до 8000 объемов жидкости воды, из которой он образовался. Диаметр трубы остается постоянным, следовательно растет скорость движения пара вдоль трубы. Расчет показывает, что скорость движения пара в змеевике достигает 80 метров в секунду. Быстро движущийся пар увлекает за собой сироп. Это приводит к тому, что увариваемый сироп движется очень тонкой пленкой, но с очень большой скоростью. Таким образом, сироп пребывает в змеевике при высокой температуре очень незначительное время, измеряемое несколькими секундами. 10-20 секунд. При внутреннем диаметре трубки dv ее длину рассчитаем по формуле на слайде. Длина трубки не должна превышать 1000 ее внутренних диаметров. Число витков в спирали n малое рассчитаем по формуле, представленной на слайде. При конструировании и при эксплуатации приходится производить поверочные расчеты на прочность. Расчет на прочность аппаратов, работающих под избыточным давлением выше 70 кПс, производится в соответствии с нормами расчета элементов паровых котлов на прочность. Толщина цилиндрической стенки сосуда, работающего под внутренним давлением, при соотношении диаметров d наружного к d внутреннему меньше или равным 1,2 дельта. Формула представлена на слайде. Вакуум камеры работают под наружным давлением. Толщина цилиндрической стенки вакуум камеры определяется из расчета на потерю устойчивости. Критическое давление, при котором теряется устойчивость, рассчитываем по формуле, представленной на слайде. Внешнее давление должно быть в 7 раз меньше ПК для вертикальных камер. Техническая характеристика змеевиковых аппаратов для уваривания представлена в таблице на слайде. В этом видео мы рассмотрели устройство, принцип действия и расчет змеевиковых аппаратов непрерывного действия для уваривания кондитерских масс. Благодарю вас за внимание. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, напишите комментарии с вопросом, если вам что-то непонятно. На этом я с вами прощаюсь. Желаю всяческих успехов и до новых встреч. Продолжение следует...